За 7 месяцев текущего года таможенными органами в доход бюджета обеспечено поступление таможенных платежей и налогов в сумме 644 млрд 283 млн тенге, или это 103,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перечислено больше на 299 млрд тенге, или почти на 87%. Заскание таможенных платежей и налогов за 7 месяцев текущего года на одного сотрудника таможенных органов составило 198 млн тенге, причем мы брали здесь и котровиков, и тех сотрудников, которые не занимаются таможенным оформлением. То есть практически это увеличилось по сравнению с прошлым годом почти 2 раза. Доля поступления таможенных платежей и налогов в налогов поступлений в республиканский бюджет составила 37%. На рост поступления таможенных платежей и налогов повлиял общий рост внешний торговый оборот страны, а также вступление в Казахстан в таможенный союз. Так, по данным таможенной статистики, рост внешний торговый оборот по итогам 6 месяцев текущего года состоял 32%. Объем взаимной торговли со странами и участниками таможенного союза вырос на 43%. На рост поступления таможенных платежей и налогов значительно повлиял рост импорта автотранспортных средств, оформляемых по льготным ставкам. Общая сумма полученных из таких таможенных платежей налогов составила более 45 млрд. тенге, а в текущем году 33 млрд. тенге. За счет работы, проводимой таможенными органами по администрированию таможенной стоимости в процессе таможенной чистки товаров, дополнительно взыскано в бюджет таможенных платежей налогов на сумму 4 млрд. 812 млн. тенге. По результатам посттаможенного контроля за 7 месяцев текущего года дополнительно в бюджет государства перечислено более 7 млрд. тенге. Одним из ключевых моментов деятельности таможенных органов в текущем году явилось завершение с 1 июля текущего года переноса государственного контроля из Казахстанско-Российского участка государственной границы на внешний контур границы Таможенного союза. В этой связи в рамках первого этапа структурно реорганизована таможенная служба. Упразднено 46 пунктов пропуска. С момента введения в действие постановления правительства предусматривающего льготный порядок оформления автомобилей количество визионных транспортных средств в Республике Казахстан это за год с 1 июля 10 по 11 составило более 167 единиц. При этом взысканное таможенное платежи на налоговую сумму 45 миллионов. Что интересно, практически пик ввоза автомобилей почти свыше 38 тысяч пришелся только на июнь месяц. То есть получается за год 167 из них 40 по четвертой часть была ввезена за один месяц. В целях исключения возможного образования очередей необоснованных задержек при таможенном декларировании комитетом был принят ряд комплексных мер по обеспечению оперативного декларирования нацетранспортных средств. Для осуществления координации действий территориальных таможенных органов по данным вопросам был образован оперативный штаб здесь в комитете и во всех территориях. Работа всех автопостов была переведена на круглосуточный режим работы и увеличено количество сотрудников, которые занимались оформлением. Все высшие перечисленные меры позволили предотвратить ажиотаж, связанный с оформлением легковых автомашин с применением льготных ставок таможенных порчен. Практически последнее оформление мы закончили где-то буквально за 30-40 минут до истечения срока. Причем это было в Мангеставской области, чтобы не было завтра, так скажем, никаких вопросов к таможенным органам. Мы привлекли НУРАТАН, органы прокуратуры финансовой полиции, органы пограничной службы национальной безопасности, комиссионно все эти машины оформлялись, согласно комиссионно. Никаких жалоб и вопросов не возникало. Но что интересно, до 1 июля прибыло 62 автомашины, которые не были востребованы, так скажем, владельцами. Они сейчас находятся на наших вкладах. То есть, получается, люди взяли, но тоже имя, так скажем, не имели денег или каждый оформлял по 10 машин, то есть практически они не заявили свои права на эти автомашины. Количество автомашин, везенных после 1 июля текущего года, составило 117 единиц. В принципе, они находятся сейчас на СВХ, особых проблем не возникают. У них есть 4 месяца. За этот период они должны решить, что с этим, так скажем, автомобилем делать. Отмена таможенного контроля и декларирование на внутренних границах таможенного союза стало возможностью с построением информационно-организационного взаимодействия между таможенными службами трех стран. С января текущего года были доработаны программные средства, и мы перешли на сквозную процедуру таможенного транзита. Налажен механизм подтверждения фактического вывоза товаров для своевременного возврата НДС экспортерами трех стран. Отработаны вопросы взаимодействия таможенных представительств. Подготовлены к подписанию соглашения об обмене информации для осуществления контрольных и аналитических функций. В ежемесячном режиме проводятся встречи руководителей таможенных служб, на которых согласовывается технологический и организационный вопрос взаимодействия. Одна из таких встреч была проведена в городе Алматы в июне месяце с выездом на границу Хоргаз, где присутствовали практически весь руководитель таможенный службы Российской Федерации и Белоруссии, где мы показали режим работы данного поста. В целях сокращения административных барьеров, снижения документов оборота при внешней торговой сделке, ускорения времени таможенной очистки была разработана концепция единого окна, создана рабочая группа, которая занимается реализацией плана по внедрению единого окна. С целью подготовки административных систем таможенных органов к интеграции в систему единого окна разрабатывается программа электронного декларирования, позволяющая наделить без бумажной технологии электронную плату таможенных платежей с применением автоматизированной системы платежной шлюз электронного правительства. В принципе, если мы внедрим единое окно и практически будет возможно электронное декларирование, то все контакты с таможенниками будут сведены к минимуму, практически не будет никакой волокиты, ускорится прохождение грузов. В перспективе окончательно данный проект будет завершен до первого наряда 2014 года. Продолжение следует...